Всем привет, с вами Тед и это кофе с Тедом. Наливайте себе чашечку горячего чая или кофе, присаживайтесь и сегодня мы как всегда поговорим на какие-то темы о саморазвитии, об эффективности. Поехали! Обычно я пользуюсь каким-то комментарием, кто мне предложил классную тему, но сегодняшняя тема встречалась очень много раз. Очень часто мне на стримах она встречается, мне ее задают вопросами, очень-очень много людей. Звучит она примерно так. Тед, а как ты все успеваешь? В основном эта тема рождается после вопроса о том, типа Тед, у тебя ролики выходят почти каждый день, ты, наверное, много на этом зарабатываешь, раз можешь себе позволить столько снимать роликов. И я отвечаю, нет, ребята, посмотрите вот этот хотя бы ролик. То есть особо ничего не зарабатываем, просто это хобби такое. И что просто я грамотно распределяю свое время. Поэтому сегодняшняя тема, как успеть все грамотное распределение времени. Тайм-менеджмент, как хотите. Нам понадобится вот такая вот табличка. Я думаю, лайков 200 накидаете, табличку залью в Google Документ и сможете ее скачать. Поэтому не ленитесь, ставьте лайк. Время, в принципе, ценнейший ресурс, потому что реально он самый ископаемый у нас. И грамотно им распределяться, это круто уметь. Что в прошлом, где я занимался и спортом обычным, и потом киберспортом, что в настоящее время, где я являюсь собственником нескольких бизнесов, именно тайм-менеджмент, это, я считаю, один из важнейших скиллов, которых стоит освоить, потому что это сделать очень легко. И на самом деле можно начать повышать свою продуктивность, свою эффективность во много раз. Зачем вообще вот эта табличка, да? То есть как мы ее сейчас будем заполнять? Я ее заполню на своем примере. Дам еще пару примеров, которые были. Очень важно визуализировать свое время. Потому что чаще всего я слышу, ребята, такие всякие отмазки в стиле «Мне не хватает времени». Мне кажется, это какой-то пережиток прошлого, который в нас с детства забивают все, кто ходит вокруг, потому что это хорошая отмазка, да? Типа сказать, мне не хватает времени. И что на это предъявить? Сказать, да нет, хватает? Нет, так не делается, к сожалению. Все говорят, а ну не хватает, ладно, тогда все понятно, жаль. Вот. На самом деле, реально не хватает времени, я думаю, максимум у одного процента людей. Остальные 99% просто неграмотно его используют. И для этого очень важно визуализировать. Визуализировать свое время, свой день. Очень круто взять и для начала просто взять и фактически целый день записывать, что мы делаем. Потому что на самом деле в конце дня, если вас спросить, а чем занимались, очень часто может произойти ответ, что это типа половину дня какой-нибудь ерундой, вторую половину дня не помню. И вот если мы распределим нормально времени, мы поймем, сколько у нас свободного времени на самом деле есть. Давайте возьмем вот эту табличку и сделаем вот так. У нас здесь расположены цвета, мы будем брать эти цвета и закрашивать время. Здесь это у нас время по часу в день. Получается с 12 часов ночи, например, до 8 утра мы, например, спим. То есть нормальный здоровый сон. Черный цвет, его мы не трогаем. Затем с 8 до 9 часов. Например, мы едем на работу, мы работаем до 6 в офисе, то есть до 18. 19 мы уже дома, к примеру. То есть вот наш, какой у нас цвет работа? Красный. Вот, к примеру, наш обычный рабочий день. Получается, 8 часов поспали, в 9 приехали, с 9 до 5 поработали. Здесь перегнул, получается, вот этот у нас будет не окрашен. Все, в 5 едем обратно. Обычный 8-часовой день. 6 часов мы типа дома. У нас остается 6 часов. И вот эти 6 часов мы можем при пятидневке куда-то использовать. При пятидневке, например, кто-то приходит домой и, например, возьмем опять же. В лучшем случае это семья, да? То есть провести время с семьей, это круто. Вот 6 часов у нас есть, это здорово. В самом скучном случае это будет обычно хобби развлечения. Вот, почему еда у меня фиолетовая отдельная, и она здесь нигде не участвует? Это мы берем, допустим, что мы вот работаем вот такую пятидневочку. Допустим, у нас 2 выходных. Здесь у нас тоже идет вот это вот развлечение. И у нас получается 2 дня в неделю с выходными, где у нас еще кроме работы появляются вот эти вот 10 часов, которые можно куда-то потратить. И вот в выходной обычно мы говорим, так, ну надо же отдохнуть. На самом деле отдыхать не надо. Вы отдыхаете спокойно за 8 часов, и выходной можно тратить на саморазвитие или еще на что угодно. Если 2 дня в неделю, то есть допустим, что мы имеем какой-нибудь условный февраль, в котором 4 недели, и мы будем тратить 2 дня в неделю на, например, саморазвитие, то есть на изучение чего-то нового, на поднятие каких-то навыков, еще что-то, то что мы получаем? Смотрите, что у нас уходит там 50 часов в неделю на работу, это с дорогой по часу туда-сюда, и 20 часов в неделю на саморазвитие. То есть за месяц мы тратим 80 часов на саморазвитие. Другой вопрос, опять же, как вы распределяетесь с другим своим временем? И вот это на самом деле классическая вещь. И, к примеру, ребята, которые работают 5-дневку и говорят, что я ничего не успеваю, и у них весь выходной реально пустой. Вот когда мы визуализируем, что мы делаем в свой выходной, например. Оказывается, что в выходной можно добавить 2 часа там на саморазвитие, например. Здесь вместо 2 часов сериальчика или игры можно вот тоже поразвиваться или еще что-то сделать. И вот это классический день на самом деле. То есть часто, например, на дорогу до работы идет меньше. И время реально много-много-много. Визуализировать все очень круто. И, наверное, я вам покажу свой пример, как я распределяю время. Почему у меня здесь 2 колонки. Опять же, это как бы выходной туда-сюда. У меня выходных нет. То есть у меня нет выходных. Я не знаю, что это такое. Поэтому у меня все очень просто. У меня каждый день одинаково. Это достаточно, кстати, упрощает где-то жить. Я расскажу, как у меня было и как я сделал так, чтобы я смог еще играть, так сказать, в YouTube. То есть обычный мой день занимает примерно вот по такой схеме. Был, был, был. С 8 до 9 это приготовить еды. Да, то есть плюс-минус там не с 8 до 9 там получалось. То есть с 8 до 8.30 и потом где-то здесь еще такие полчаса там на подогреть, на просто поесть. То есть мне нравится, например, есть не за компом, смотреть в монитор, тут все грязно, да, а спокойно на кухне сесть, поесть. То есть поэтому у меня на это был выделен 1 час. Затем идет работа. Работа, она у меня занимает 8 часов. То есть 8 часов мы что-то делаем, думаем, пытаемся сделать по работе. Затем всегда идет 1 час спорта. 1 час спорта железобетонно. То есть нужно заняться. Это вот как раз когда говорят, что нет времени заняться спортом. Ну, на самом деле есть. Просто, ну, можно всегда добавить. Вот. Затем где-то до 24, 2 часа. Это где-то семейные дела, да. Так уж повезло, что мы, в принципе, супругой занимаемся одним делом. И мы где-то и поработим вместе, туда-сюда. То есть вот 2 часа вечером отдохнуть, сериал посмотреть, что-то обсудить. Как бы хватает. Вот. Вот эти вот 4 часа, ребята, у меня обычно уходят на саморазвитие. Вот. Мне нравится, например, выделять обязательно из этих 4 часов. Сейчас я сократил. У меня осталось 2 часа. Вот так. Сейчас объясню, почему. Раньше мне нравилось 4. То есть это 4 часа. Это в любом случае мы что-то читаем новое, что-то смотрим новое для себя. Короче, повышаем свое общее, как раз таки, развитие. Какие-то новые способности приобретаем. Что-то тренируем или что-то еще. А одно время я выделял из них бывает, то есть даже на... Постримить, да. То есть кто-то называет, например, вот игру, это хобби-развлечение. Мы можем назвать это хобби-развлечением. Почему я не считаю это хобби-развлечением? Потому что я ищу способности, которые я могу из этого перенять. То есть я общаюсь с людьми. Я тренируюсь мультизадачно, к примеру, общаться параллельно, чтобы это было весело, чтобы это было структурировано, чтобы при этом говорить, не тупить, и показывать какую-то игру одновременно с этим. О чем-то думать, делать какой-то контентик, опять же. Ну и вот это получалось у меня совмещение времени. И вот в реальности у многих, в принципе, может быть очень похожий день. Если мы уберем еду и как-то ее совместим, будем быстрее готовить или еще что-то где-то придумаем. Уберем спорт, и это будет путь на работу. Добавим там пару часов с семьей, например, провести это грамотно. У нас все равно два часа остается. И вот два часа это будет хобби либо саморазвитие. Это всегда вам решать. На самом деле у большинства два часа есть. Это минимум. Два часа всегда есть минимум. Вот. И найти их очень легко. Как я сделал? Как я сделал, в общем, и как у меня сейчас структурировался мой день? Я не могу тронуть работу никак. Но я решил, хорошо, я хочу сделать контент, сколько я могу на него выделять времени. Я решил выделять на него час. Вот у меня есть YouTube. На YouTube мы выделяем ровно один час. И этот час у меня железнобетон на каждый день вот уходит. То есть сколько я трачу времени реально на контент? Это вот этот один час. Сегодня это может быть поиграть в игру. К примеру, так как у меня канал с большего игровой, я сегодня играю один час. Завтра я этот час монтирую, озвучиваю, делаю, что успеваю. Послезавтра этот час я трачу на залить, записать эти всякие превьюшки, сделать что-то такое. И получается, что в принципе за час, если делать ролики 20-минутные, я могу снять, ну, например, три игры каких-то. И вот получается за три дня, за неделю я делаю контента на неделю, выпуская три ролика в неделю. Вот и вся математика, ребята. То есть за одну неделю я могу сделать на две недели роликов. И потом идти внахлёст, нахлёст, нахлёст. И у меня так это и сработало. И так я где-то делал месяца три-четыре. И за три-четыре месяца я накопил роликов на три месяца вперёд почти. То есть вот последние два месяца я почти не делал роликов, только те, что вот мне вот просто сегодня припёрло, и я вот сегодня сделал какой-то ролик. Всё остальное время, ну, то есть я просто вообще убрал этот час, вернул его в саморазвитие. То есть я что-то читал, новое изучал. По работе были вопросы, как бы больше работы добавил. И таким образом в конечном итоге мой день выглядит весьма гениально просто. Смотрите. Вот этот вот час на еду я тоже классно сократил. То есть я вот визуализировав вот это время всё своё, я начал думать, окей, где я могу ещё выиграть время. Я пытался выиграть время вот этим сном, то есть на что мне нужно было. Я хотел больше на YouTube тратить. То есть мне вот один час было мало, я решил, так, я хочу два часа. Откуда я могу взять этот час? Я взял этот час со сна. Я просыпался просто в 7, а не в 8, и... точнее в 6. И с 6 до 7... Ой, да, в 7. С 7 до 8 я просто-напросто делал что-то по YouTube. То есть я, к примеру, вечером мог позаписывать ролики, то есть поиграть, да, в компьютер. А с утра с 7 до 8 я их монтировал. Так получается, что, ну, очень было прикольно. Но я понял, что лучше спать, потому что продуктивнее получается тогда работать. Я убрал. Я такой думаю, окей, следующее, что я могу сделать? Ну, сон не хочу отнимать, хочу оставить 8 часов еда. И я придумал, как мне оптимизировать именно производство еды, так сказать. То есть я начал заготавливать ее заранее с запасом и замораживать. То есть получается, я в принципе не трачу времени на готовку и трачу время на готовку 1 час в неделю. То есть за час в неделю можно сделать еды на неделю вперед. Если структурировать, понять, как это сделать. И это будет микро-тайм-менеджмент. То есть как в течение своего часа оптимально распределить свои задачи. Если кому нравится такая тема, обязательно лайк, коммент, обязательно пишите. Да, прикольно, как сделать каждый час эффективнее. И тоже тогда будет на следующем кофе-стедом такая темка. Вот. И этот час на еду я его полностью получается убрал. Начал просто мне, так сказать, есть такая перспектива, что я могу начинать работать с 8, если меня припрет. И вот у меня поменялось, да, работаем мы вот так вот в таком промежутке. Вот здесь вот мы занимаемся обычно в обед, так сказать, после обеда спортом. Здесь мы занимаемся саморазвитием каким-то в 6. Потому что оптимально, мне кажется, у меня в это время голова работает. И вот здесь вот я занимаюсь YouTube с 7 до 9 плюс-минус. Как раз в это время вы часто можете увидеть стримы обычно. Ну и как-то так. Выходные работы обычно меньше. Выходные работы обычно меньше. То есть она есть, но ее там часа 4-5 обычно, да, получается. На работу выходной 4 возьмем. И вот выходной вот эти дополнительных 4 часа в неделю я трачу вот так вот. Я их делю. То есть я их делю на YouTube. YouTube это мое, в принципе, хобби-развлечение. Вот. То есть у меня остались вот эти 2 часа плюс 4 часа саморазвития. Я их не буду точно распределять. Плюс хобби, какой-то спорт, точнее спорт, плюс те же 3 часа. Остается вечером отдохнуть, поболтать. Вот. Вот такие вот классные дни. и посмотрите. То есть в неделю в среднем у меня получается 10 часов вот здесь вот есть саморазвитие и еще плюс 8 за выходные. То есть 18 часов я трачу на какое-то обучение, на прочтение книг, еще чего-то. И еще дополнительно 18 часов уходит на хобби. То есть на хобби на мой YouTube мне нравится где-то что-то как-то смотреть, пробовать. Плюс я совмещаю грамотно. То есть у меня какие-то вещи, которые мне нравятся в саморазвитии. То есть изучить например Photoshop. Вот я сажусь изучаю Photoshop и параллельно с этим на YouTube потом оттачиваю свои скиллы так сказать. Вот. Совмещаю два дела в одном. И на самом деле если вы визуализируете я думаю вы просто поймете насколько у вас много есть времени которое можно на что-то потратить. на что вы часто очень говорили что знаете нет времени. Обычно время есть поэтому обязательно пишите в комменты ваше мнение. Мне интересно